Две сотни погибших и тысячи зараженных. С каждым днём количество жертв эпидемии только увеличивается. Коронавирус продолжает бить рекорды. Китайские медики заявили, ситуация вышла из-под контроля, а ВОЗ объявила режим ЧС. При этом масштаб распространения превысил показатели эпидемии атипичной пневмонии, которая была зафиксирована в 2002. Тогда на планете погибло свыше 900 человек. Сейчас очагом заболевания стала провинция Хубей, в которой от окружающего мира отрезаны пять городов. Первая специализированная больница на неделе открылась неподалеку Уханя, после того, как работники и волонтеры потратили всего 48 часов для обустройства здания на тысячу коек. Количество пациентов с коронавирусом в таких мегаполисах, как Шанхай и Пекин, ограничено десятками. Мы связались с нашими соотечественниками, которые сейчас находятся в Китае. На входе супермаркетов и кофейн проверяет наличие защитных масок, а также измеряет температуру пирометром. Масса в городе дефицит из-за ажиотажа, масштабные праздничные мероприятия в городе отменены, а также некоторые авиарейсы. Власти Китая делают все возможное, чтобы предотвратить распространение вируса, рекомендуют не выходить в людные места, обязательно одевать маски, мыть чаще руки и пить больше жидкости. На данный момент заболевшие вирусом нового типа есть США, Японии, Австралии, Франции, Южной Кореи, Сингапуре, Вьетнаме, Малайзии, Непали, Таиланде и Тайване. Новости о том, что среди зараженных могут быть и белорусы, то и дело мелькают в новостных лентах информационных агентств. Однако ни один случай официально не подтвердился. В нашем государстве приняты дополнительные меры для защиты территории страны от завоза коронавируса. Это касается не только национального аэропорта, но и других пунктов пропуска по всей границе Беларуси. Работу с туристами проводят и на местах. Во-первых, мы отменили все поездки в Китай. Во-вторых, мы предупреждаем туристов, которые летают в Таиланд, в разные страны, которые находятся рядом с Китаем, о том, что должны быть меры предосторожности, никакого контакта с животными, пить только очищенную бутилированную воду. Туры, которые были забронированы в Китай, мы перебронировали, в принципе, на Египет. Китай у нас такое не сильно востребованное направление. Только искушенные туристы его выбирают, потому что уже все попробовали. В основном Вьетнам. Мы из Вьетнама перебронировали на Египет. Тем временем потребители китайского сервиса Алиэкспресс опасаются, что возбудитель попадет к ним вместе с посылками. На фоне этой темы в сети то и дело распространяют мемы об отправленной эпидемией через почту. Возможно ли такое? Мы спросили мнение специалистов. Страх и риск в этом отношении не оправдан, поскольку коронавирус является неустойчивым вирусом во внешней среде. И выдержать вот этот путь следования посылки на поверхности этот вирус не может. На территории Бобруйска, Бобруйского района, случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией не диагностировалось. Те мероприятия, которые предложены Министерством здравоохранения для того, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний, которые имеют международное значение, в Бобруйске проводятся в полном объеме. Как распознать коронавирус и каким образом он распространяется? Среди симптомов заражения повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание. То есть по первым признакам он похож на ОРВИ или грипп. При этом у 55% заболевших приблизительно в течение 8 дней появилась отдышка. Абсолютно у всех заболевших развилось двустороннее поражение легких с соответствующими изменениями и на рентгенограмме, и на компьютерной томограмме. Если по возвращении из страны, где регистрируется случай заболевания коронавирусной инфекцией, у человека повысилась температура, необходимо в обязательном порядке обратиться за медицинской помощью. При этом лучше вызвать врача на дом, а не являться в поликлинику. Изначально вирус приняли за пневмонию, но позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид тяжелого острого респираторного синдрома, вызванного коронавирусной инфекцией. Вспышку в Ухане связывали с местным рынком свежих морепродуктов и мяса, но позже часть госпитализированных заявили, они не посещали это место. Пока же эпидемия, которую уже называют чумой 21 века, остается одной из важнейших мировых тем. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Итоги недели.